Привет! Сегодня 24 марта, год 2021, и вчера, во вторник, либеральная оппозиция анонсировала новый, небывалый, гигантский митинг, или митинги по всей стране. Создала сайт, на котором можно зарегистрироваться, и обстановка снова становится более тревожной в нашей стране. А началась неделя с несостоявшихся дебатов президента Путина и президента Байдена, после того, как американский президент назвал своего российского коллегу убийцей. Кто как обзывается, тот так и называется. Любишь медок, люби холодок. Вообще в мире убийц много, и среди глав государств тоже хватает, но, как правило, они друг о друге это стараются не вспоминать, потому что, ну вот, вспомнишь, и придется, возможно, кровь не только обсуждать, но и проливать. Вот там есть какой-нибудь Мухаммед бен Салман. Никто же не сомневается, что он убийца, но стараются это не обсуждать. Почему Байден решил вспомнить о моральном облике своего российского коллеги в нынешний момент? Ну, у Байдена в Америке дома все не очень хорошо. Его к власти привела широкая коалиция. Победил он на выборах не то, чтобы очень уверенно, и вот прямо сейчас на наших глазах эта коалиция начинает разваливаться. Там левая половина этой коалиции, она шла на выборы с флагом социальных требований, там повысить заработную плату до 15 долларов. И вот прямо на наших глазах две недели назад всех этих друзей Берни Сандерса прокатили. Коалиция трещит по швам, а республиканцы опомнились, стали наступать. Вот сейчас там этот миграционный кризис. И когда у тебя на внутреннем фронте вот так все плохо, то что нужно? Правильно, нужны успехи на фронте внешнеполитическом. И Байден включает Рейгана на минималках. Вот прошлый год западные СМИ часто называют годом восстания, потому что острый политический кризис охватил сразу 40 стран. И из этих 40 стран внезапно в 38 были выборы. Ну такой механизм, вот сейчас все настолько плохо в мире, что где выборы происходят, там почти наверняка случается политический кризис. И когда в Америке полыхал свой кризис, то американцы обвиняли россиян, русское руководство в том, что они вмешиваются в американскую политику. И теперь они готовы ответить, отплатить Владимиру Путину той же картой. И при этом у Байдена вот есть в руках все те же карты, которые были у Рейгана, который не просто объявил крестовый поход против империи зла, но и с помощью этого похода и потом победы в этом походе сплотил внутри страны и политическую элиту, и общество, и не только досидел до конца своего срока, но и привел к власти своего преемника и вообще вошел в пантеон великих президентов. Смотрите, и ровно то же самое пытается осуществить Байден. Тогда в 80-е годы по Советскому Союзу больно ударили упавшие нефтяные цены. И вот Байден пытается договориться с Ираном, пустить иранскую нефть на мировой рынок, обрушить эти цены. Тогда в 80-е годы самым слабым звеном в цепи социализма была Польша, где 10-миллионная солидарность рождавала и протестовала против коммунистического руководства. Теперь у Байдена есть Белоруссия, где примерно такая же доля населения участвует в протестных акциях и демонстрациях против Лукашенко. Но главной раной Советского Союза и всего социалистического лагеря был афганский капкан, где приходилось не только сжигать деньги, но и проливать кровь. И у Байдена тоже есть свой Афганистан. Это Донецк, Донбасс, особые районы Донецкой и Луганской области. И вот нам весь март показывают во всех доступных средствах массовой информации, как в этих особых районах Донецкой и Луганской области, ползут составы, товарные составы с танками и гаубицами. И вот эти составы с танками и гаубицами в Донецких степях едут. А что произойдет, когда они приедут на свою конечную станцию, танки и гаубицы сгрузят и пустят в дело? А произойдет следующее. Российское руководство окажется перед вилкой, из двух выборов, из которых оба хуже. Если оно не вмешивается, то ДНР и ЛНР постигают судьба, которая постигла армян Карабаха вот несколько месяцев назад. Потому что ни массового энтузиазма, ни подъема на Донбассе больше нет. За эти 7 лет, прошедших с русской весны, Москва уничтожила всех харизматичных, идейных, заряженных сторонников русского мира, советского мира и всех остальных. Значит, сами эти две республики не выдержат. И тогда Россия терпит унизительное поражение. И это унизительное поражение – личное поражение Владимира Путина. И оно очень сильно ударит и по его позициям внутри страны. Тогда есть второй выбор. Вдоль границы, бывшей украинской границы, расквартированы войска Южного федерального округа. Для того, чтобы спасти положение на фронте, их можно отправить туда, разбить, возможно, украинскую армию. Но это означает следующий, очень радикальный конфликт, уровень конфликта с Западом. Более того, это означает, что Россию почти наверняка отключат от SWIFT, от системы межбанковских платежей. А это значит, что в течение считанных недель рубль станет стоить, ну, примерно, как куча дерьма за баней. Это значит, что, конечно, атомной войны не случится, и натовские бомбардировщики, я надеюсь, не станут жужжать над Смоленском, Калугой и Москвой. Но это значит, что с Донбасса будут поступать похоронки. В отличие от 2014 года, эта война не будет восприниматься как справедливая и не будет популярной. Рубль упадет, экономика рухнет, и власть действительно окажется в ситуации осажденной крепости. А в осажденной крепости есть два типа защитников. Это рядовые защитники крепости. Вот у нас конфликт с Западом развивается уже 7 лет, и что рядовые защитники нашей осажденной крепости? Крепости получили от нашего руководства. Они получили 7 лет падения доходов, они получили пенсионную реформу, они получили вот сейчас продуктовую инфляцию. С чего? Чем они замотивированы защищать эту крепость в самых драматических обстоятельствах? Есть второй тип защитников. Это наш правящий класс. Его легко себе представить, вот там два или три дня назад арестовали губернатора Пензенской области Белозерцева. И когда его арестовали во всех телеграм-каналах и там на каналах центрального телевидения показали аккуратно сложенные стопки пятитысячных купюр. Там на полмиллиарда рублей человек дома хранил Налика. Но понятно же, что на счетах, и скорее всего счетах не только в России, он и вся его гребница, его родственники, жена, любовницы, дети хранят гораздо большие деньги. И вот этим людям с их властью и привилегиями нужна ситуация действительно осажденной крепости. Я вот специально обрисовываю самую драматическую перспективу развития кризиса для того, чтобы продемонстрировать, какие из этого кризиса возникают стратегии. А их две. Первая стратегия – либеральная оппозиция. Ведь она именно в этот момент объявляет о своей новой мобилизации. В чем эта стратегия? Да очень просто. Вот мы организовали беспрецедентное, громадное давление на правящий класс с запада. Мы начинаем давление, или продолжаем давление снизу, с улицы, подталкивая эту российскую элиту, этот правящий класс, свергнуть Путина по модели Павла Первого. Стратегия? Да вполне себе. Вторая стратегия – это стратегия российской власти. И это вот эта самая пресловутая осажденная крепость, когда ты берешь и ручку диктатуры, выкручиваешь до упора, проламывая любую голову. Обе эти стратегии ведут к тому, что свободы, свободы слова, свободы собраний становится меньше. Потому что в либеральный пакет, например, входит сдача на милость победителю, мир с западом, на условиях запада, то есть отказ и от Донецка, и, возможно, от Крыма, но и открытие российского рынка, приватизация госкорпораций, открытие доступа для западного капитала на наш внутренний рынок. То есть повторение той драмы, которую, собственно, разыграл в конце 80-х Рейган и его преемник Буш Старший. Итак, две стратегии, две силы есть, а у кого такой стратегии нету? А такой стратегии нет у нас с вами, у людей левых взглядов. И пространство для такой стратегии на самом деле есть. Огромное большинство жителей России не хочет ни усиления диктатуры и решения кризиса за счет народа с сохранением всей этой чудовищной, чудовищного неравенства, с сохранением всего этого класса белозерцевых и прочих пауков. Ведь к этому классу относится не только каждый губернатор, но и каждый начальник ОМОНа, каждый генерал, МЧС или там Росгвардии. Но народ нашей страны не хочет и решения кризиса за свой счет за счет сдачи Западу, сдачи нового поражения в холодной войне. Значит, пространство для другой стратегии, для стратегии, которую могут предложить левые от имени трудящегося большинства, есть. А какой может быть эта стратегия? Но давайте пофантазируем. Вот если бы сейчас, прямо сейчас, на месте Путина оказалось бы ответственное левое правительство, я не буду называть фамилии, но такое правительство, которое нам с вами понравилось бы, как оно реагировало бы на объективно существующую угрозу экономического краха, экономической войны с Западом и локальной войны в Донбассе. Ну, возможно, оно бы сказала, вот тебе мировой империализм, мы не сдадим 2 миллиона российских граждан, мы готовы к экономической войне с Западом, с империализмом, мы, может быть, даже отправим армию и освободим братский украинский народ от ерма диктатуры, которая ему навязана западными империалистами, но оплачивать эту конфронтацию будут не только персонально белозерцев, но и все такие белозерцевые, все эти Абрамовичи и Дерипаски. Мы просто возьмем эту всю верхушку в верхний процент и отломим, изымим все, что нажито непосильным трудом, и тогда остальные 99% защитников этой крепости и в первую очередь рабочий класс получат реальную мотивацию, реальную причину защищать эту крепость. Она по-настоящему станет их крепостью. Они получат социальное равенство, они получат новую экономику и новые возможности вертикальной мобильности, экономического, социального роста. Сейчас реализовать такую стратегию невозможно просто потому, что такого правительства в Кремле не сидит. Но если кризис развивается, то где эта стратегия, где этот козырной туз, выложенный на карточный стол? Ведь даже если ручка диктатуры будет доведена до упора, похоронки с Донбасса не перестанут приходить, рубль не перестанет обесцениваться, миллионы людей все равно окажутся перед перспективой нищеты. И вот эта клокочущая нестабильность будет нарастать с гораздо большими темпами. Только тогда вынуть из колоды эту карту будет уже сложнее, потому что страна будет уже полыхать. И уже эти миллионные демонстрации будут оспаривать власть Путина на улицах. А многотысячные облоновские отряды их разгонять. В этот момент в условиях сверх диктатуры, отключенного интернета, неработающего ютуба достать этот туз из колоды будет уже гораздо-гораздо сложнее. Поэтому сделать это нужно уже сейчас. до сих пор мы уже видим огромное нарастание авторитаризма. Выходишь на одиночный пикет, тебя тут же бросают на сутки. За пост ВКонтакте тебя бросают в лучшем случае на сутки, а могут дать уголовную статью. Но надо четко отдать себе отчет, что лучше уже не будет. По мере развития кризиса будет становиться только сложнее. И предъявить стране альтернативу нужно уже сейчас. И вся сложность в том, что сделать это нужно не только на словах. Сделать это нужно так, чтобы подкрепить слова силой. И подкрепить их силой можно только одним способом. У нас с вами нет лазурного моря и гор Сьерра маэстро на горизонте. У нас с вами нету наксалитов там маистских партизан, которые сражаются в разных медвежьих углах Индии. У нас с вами нету industrial workers of the world. У нас нету огромного пролетарского синдиката, который может объявить политическую стачку и сказать нет войне за счет народа. Или нет национальному предательству и либеральным реформ за счет народа. У нас есть только одно пространство, в котором можно предъявить хоть какую-то силу, подтверждающую нашу стратегию разрешения кризиса. Разрешение кризиса за счет буржуазии, за счет правящего класса. Это пространство улиц. Если мы на эту улицу не выйдем в ближайшие недели или месяца, то у нас возможно не останется шанса сделать это в следующие много лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова